Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это новый ФФА-сериал, в этот раз за Мали. Необычная цивилизация, я за нее уже показывал игру, но в тот раз была очень быстрая партия, там буквально 80 ходов, так сказать, Блиц. Теперь полноценный бой на восьмерых соперников на Пангеи, новый мир, тем более, что после патча починили уникальные районы для цивилизации, теперь это сугубо у Мали. Неплохо работает, и партия получилась интересной. Серии будут выходить каждый день, а спонсоры канала получат их все сразу. Увидеть их спонсоры могут во вкладке «Сообщество». Прошу воздержаться в комментариях от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников и меня. Приятного просмотра! На одном, вот, Тера Австралис. Ну, поехали! Значит, напоминаю способность Мали. Во-первых, ну, я, собственно, открою, показать. За каждую соседнюю клетку пустыни и пустынных холмов город получает плюс одно к вере и плюс одно к пищу. Рудники получают минус одно к производству, но при этом плюс четыре к золоту. То есть, игра через веру и золото, по идее. Что все молчат вообще здесь? Может, у меня просто уже... Это... Международные торговые пути зарабатывают золото за каждую клетку пустынной равнины в пункте отправления. То есть, из столицы, например, мне придется отправлять, видимо. С началом каждого золотого века максимальное число торговых путей увеличивается на один. То есть, мне, опять же, желательно в золотые века постоянно просто падать. Ну и уникальный район дает... Гумахура. Ты там походишь, нет? Да-да-да. Да-да-да. Уникальный район дает возможность покупать здания и районы за золото и веру. Если сугубо построено. То есть, мне главное сугубо строить за Мали. И дальше я уже могу все районы просто покупать. Главное, чтобы деньги были. Поэтому, видимо, в коммерческие районы прям надо лететь. Сразу семь еды, три... Три веры. Надеюсь, я пантеон первым возьму. Так, куда мне тут сходить лучше, наверное, сюда. Ну и надо у... Надо, пожалуй, разведчиков делать. Вот, смотрите. В чем проблема еще одна. Чуть поставлю. Базовое производство у разведчиков 15. Где тут вот снизу? Текущая стоимость 15. У меня 5 производства. Казалось бы, я должен за 3 хода строить. Но я строю за 4, потому что минус 30% к производству. Ну, а что ты подходишь? Да, у меня тут много юнитов уже. Ты каким макаром? Потому что минус 30% к производству за Мали. Уже на самом самолет устроить. Да, уже все. Вот в этом проблема. То есть за Мали надо раскочегарить веру и золото, чтобы покупать за веру и золото все. И потом тогда не будет проблем. А если не получится, то начнутся проблемки. Я буду эту клетку, конечно, купил, но она сама вроде должна добавиться. И очень желательно юнитов не терять поначалу. Потому что видите, какое... Может лучше эту клетку, чтобы... Ну, хотя тут так 2 хода рост. Хоть какое-то производство пока есть. Ладно, давайте я сюда, наверное, схожу. Мне надо сейчас такие очень солидные города ставить. Очень желательно. А, слушайте, а вот тут пустыня у нас. Вот сюда мне надо... Ну, сейчас я скаута сделаю. Пойду туда на эту пустыню рассматривать. Блин, что-то ни одно еще до сих пор... Или я уже дуболомом схожу сюда. Ни одной этой не нашел. Сейчас, по идее, должно быть... Что у нас с престижем? По идее, у меня престижа дофига должно быть. И, наверное, надо брать сюда. Прошу-то... Что ты там... Вздыхаешь? Да, я помню, да. Да, блин. Волны, то есть, ты же нормально. Заговоры приворота на темный век. Да, видите, все мне досталось. Мон, здоровый японец. Как дела? Не трогай, коледа. Все очень плохо. Ну, сбор урожая... Тут маловато вырубки, я вижу. Что случилось? Маловато клеток для вырубки, поэтому я беру на престиж. У меня хорошая. Верун, иди в гость. Только с войсками. Да-да. Не, лучше бедник. Да, будет не очень. Так, давайте, наверное, схожу сейчас туда. Тогда скаутом наверх, наверное, вот сюда пойду. Этим дуболомом сюда пойду, этим сюда. Так, тут у нас отлично обрабатывается. Мистицизм. Кстати, а ускорился у меня международный? Да, ускорено. Сот закона. Ты японец еще нашел кого-нибудь? Видите, я уже пантеон принял, тоже приятная штука. За Мали можно не париться по поводу карточки на пантеон. Там вот это все. А где руинки-то? Хоть какие. Ладно, давайте про такую. Граница. Парня. Анфига, гончарное дело открывал. Вокруги сюда. Кто бы мне сказал. 2 и 1 платок. Все клетки. Знаете, наверное, строителя после... Затворить. Слушайте, ребята, вообще хоть раз было, чтобы Корея была доступна в пике? Да, в начале, когда только вышел Райзенфол. После этого никогда. Не, бывает, без банов играют. Леша, ты сейчас... Ну, в смысле, этот... Или ты так просто обычно играть, типа, не запланированная. Просто обычно не запланировали. Так, давайте здесь поставим на удвоенный опыт разведки, а здесь... А, ну тут было производство. Ну, какая-то пустыня, вот я прям вижу. О, наконец-то. Вот она пустынька, да? Ну, так вообще... Как-то... Не малейское место. Оно хорошее для любой другой нации, но не для малей. Отменялся как-либо. Третья родина. Так, давайте. Народная торговля. Тут хорошие клеточки у меня обрабатываются пока. Хоть какое-то производство есть в начале. Хотя, может быть, кстати, я могу сказать, что это хорошее место для малей. Потому что, во-первых, есть производство. Во-вторых, тут денег будет дофига на этих... Клетках, получается. Я вот даже не знаю, что мне за малей лучше делать. Стоит ли мне обрабатывать... Овцу? Блин, появились варвары. Это не очень удачно. Я тебе прошу-то сделаю потише. Кого-синий... А, у нас немец есть в игре? Да, есть. Все, понял. Понял, понял. Он так вздыхает тяжело постоянно. А, что ты понял. Нифига, это не пустыня, блин. Просто увидел ограниц. Да, о! Научная гига, скажи, лично. Я на границу видел. Хорошее начало, хорошее. Не знаю, у кого темные такие границы. Кроме, нет. Или-то все другой цветы, да? Нет, это нет. Кто там метки стал ставить? Дайте походить. Не, выставлю. Я не против, чтобы с вами виноват, только хотя бы в начале хода тогда это делаете, а то... Но лично у меня просто игра начинает лагать, как кто-то метки ставит. Да, если это в конце хода и происходит, то и не успеваешь походить. Тут, конечно... Тут кампус на плюс четыре. Здесь уже кампус не всунется. О, погодите, это вообще картина, как говорится. Привет, к вам. Из-за лошадей. Здравствуй, картина. Блин, десять лошадей, хрень полная. Самое дебильное же можно было найти, по-моему. Ну, нафига мне десять лошадей? Быки не урожают, че быки не урожают. Быки не урожают, которые от этих... Интересные места, конечно. Госпиталя же написано. Это вот вулкан. Быки не урожая, а труп дает тебе веру. Да, это вообще жесткий. Может купим... Блин. Мне, конечно, надо пшеницу обработать, лошадей и шелку. Вот так. По-хорошему, чтобы пшеницу ускорит плантации, лошади ускорят всадников. Надо орошение после горного дела открывать. А сколько стоит скаут? Сразу же меня дружбой закидывает. Шестьдесят. Я вот не знаю, где вы... Япушка, поэтому... Да. Не пройти. Почти в эту сторону. О. Руинки. Я бы, конечно, желательно вот прям сейчас золотой век выйти, на самом деле. И я, кстати, буду не кампусы, конечно же, строить. Я буду строить священные места. Мне в связи с этим хотелось бы какое-нибудь чудо найти природы, чтобы ускорить. Так, ну давайте, видимо, поселенцы уже... У нас же все верования, все потеные разочные. Да. Раньше же банили веру за престиж. Все разрешено. Блин, вообще просто закрытое место. Виии, первая руинка. Так. Первая грешка. Я вообще ничего не нашел. Решение ускорили. Три хода. Раз, два, три. Как раз к открытию рошения я приду к шелку. Так, что у нас тут открылось? Торговых путей. Японский, ты нашел? Удиньте, конец. Мне пока. Так, все, оставлю. Что-что? Ты нашел континент где-нибудь? Ты, это... Наверное, пускай скаут исследует этот. Это австральц. Так, что мы дальше открываем. Раннюю империю пошли. Или... Ну, пока раннюю империю. У меня еще три клетки не скоро... Будет. Куда же все-таки сейчас ввести посело? Вот в чем вопрос. Да, и тут ведь сейчас скаут побежит обо мне сообщать. Сейчас уже не будем. Дружба нам. Я подумал надо этим. О, посол. Это, кстати, прикольная. Я давненькая... Сейчас я вообще не помню, чтобы я получал из руинки посла когда-нибудь. Сейчас бежит. Вот тут бы сейчас встать, и варвары не пройдут. Но я, по-моему, не успею дойти до этой дырочки. И, тем не менее, я не понимаю пока, куда мне город этот везти. Так, не буду я никуда офискать. Что дает? 20 дырок и за каждую единицу населения. А, во время... Кстати, неплохо для Мали. Я буду обращать... Я буду обращать. Я буду обращать. Давайте думать, куда город ставить. Вот. У меня... Какие вообще варианты? Например, вот тут поставить. Вот жалко, вообще нету пустыни больше. Вот просто нету. То есть, вообще как-то... Блин. Еще какие-то по поводу каверческих районов надо подумать. Потому что там клетки, которые с реками соседствуют, как-то влияют на... Денюжки получаемые. Ой, блин, ни фига себе я попал. Блин, надо вообще прокачать... Варвары решили, привет. Скаут. Давайте я, наверное, куплю еще одного скаута все-таки. Пойду сюда. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Один, один. Команга, а там справа есть кто-нибудь? У меня пока есть два хода подумать по поводу поселенца. Пустарею, если хочешь. Ну, вот тут города у меня ставятся, понятно. То есть, вот это вообще просто мое место. Мне мужик. Тут где-то могут быть соседи. Поэтому надо куда-то сюда вести, ставить. Здесь вулкан. Вот что проблема. Я бы вообще вот куда-то сюда бы повел посева. Честно говоря, это долгий путь. И треугольник. Долгий путь, но он того стоит. У нас поставишься на вулке ворега, видимо. Ты поставь метку, тогда не поделим, как ты ее. Я же тут исследовал. Сейчас подумаю. Смотрим, может тут вообще закрыт. Ну, а тут я точно буду оставить. Ну, места интересные. Прямо так прокачаем скаута. Когда у вас стоит карточка на удвоение опыта для юнитов разведки, то у вас одна атака скаута его сразу прокачивает. Так что вы не бойтесь атаковать. Давайте, наверное, следующий монумент поставлю. Я вот смотрю, что... Хотя у меня культурка есть вот здесь. Неплохой старт. 6-3, даже. Но... Так, хорошение я открыл. Здорово. Давайте, может, астрологию потихоньку. Я бы священное место... Побыстрее бы поставил. Мне сугубо нужна, на самом деле. Ну, хотя и священное место. О, точно закрыто. Видите? То есть вот так вот просто... Вот тут вообще ко мне не пройти. Вот просто горы закрыты. Сейчас надо еще тут посмотреть. Может, тут тоже какая-то горная гряда. Меня от всех отделяет. Вот здесь, я, конечно, прошу, тут кампус плюс 5. Но мне и священные места дают бонус. О, сейчас я сюда встану. Слушайте, вот сюда бы город. Слушайте, блин, смиросту немец. Достает. 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 Получается, тебе не кажется. Ну, тут остается, конечно, но не хочется особо вывать. Вот тоже об этом подумал. А где мы встретились? Погоди. Рязан с бордо. Бардак, ну, пошли. То есть ты правее или левее? Сюда, видимо. Правее. А, тогда все отлично. Очень хочется где-то тут город садмета от вулкан мешает. Вы знаете, что будет извержение, которые... Чего там рядом континента, другого нету? Ладно, пойду пока сюда. Сейчас проверим. А что? Ну, я тоже в поисках. Ну, нет, напомню. Я не могу сражаться. Разбирается ГГшка. Так, попробуем перехватить этого скалка. Я не к этому, потому что ускорить международные защиты. Я не братья ничего, я не братья ничего не говорил. Тут тоже берем по болмам. Здесь. Идем. Идем. И тут идем обрабатывать. Лошадок. Хотя, пока переключусь на мастерство. Тут с астрологией тоже переключусь на письменность. Да, похоже, если я на всех моих скаутов, я в темный век выйду. О, слушайте, тут пряность. Очень хорошая клеточка. Четыре еды, два производства. Тут, вот сюда, вот прям хочу где-то здесь стоять город. Тут прям, я чувствую, что здесь хорошее место. Тут сейчас важно расселиться. У меня, в принципе, ну, необычные места для мали. Необычная игра будет. Но тут, по-моему, очень важно хорошие города поставить начальные. Прямо тяжелое поражение. Еще один. Да, ну тут, видите, только если сюда ставить, чтобы оба вулкана не доставали до города. Ну, это секрет, это секрет. Слушай, давайте тут и поставим. Тут, говорит, француз с ним сейчас поставлю метку, куда я лояльно буду залезать, скажем так. Сюда ты не будешь лезть. Ну, да, вот за хатусу и гору, которые вот от твоих воинов чуть-чуть выше проверили. Хорошо, а тебе просто в коль ты будешь лезть? Если так можно вырезаться. Так, ну пока у меня тут хорошие клетки обрабатываются, я неплохо всего получаю. А, ну там мне вообще все равно. Так, ну, наверное, можно... А как стать метки для других игроков, никто не знает. Когда ставишь метку, там снизу есть маленькая полоска такая для кого. Убираешься. Спасибо большое. Ничего нет, спасибо. Был его мне не первые, что меньше. Это и было бы удивительно. Так, Вавилон. Найден. Кто тут за этими горами, интересно? Что, убьем? Давайте убьем. Да, никого нет. Отлично, постоим пока в этом проходе. Чтобы варвары не лезли. Пойдем сюда. И следовать тут обрабатываем лошадок. Отлично. Теперь вот следующим рабочим я бы построил шахты, чтобы деньги давали. Так, никуда не посылаю пока. Значит, не находится никто. Обработку бронзы потихоньку исследовать. Так, куда-нибудь в защите. О. Привет. Привет, привет. Чего, как сам? Да, как-то так. Далеко от сюда. Да, далеко. Нет, есть не выручена почта. Нет, я только территорию проведу. Разве. У тебя есть здесь ДГГшки? Ну, слева от меня Канди. И Хатуш, ты уже видел, я правильно понял? Да, да, да. Ну вот все. Письменность открыл я. Отлично. Но опять же, кампуса мы строить не будем. Мне бы чудо найти. Знаете, наверное, торговца построим. Тут мне надо дорогу будет провести в эти города. Довольство уже мало. Ну, как раз пять жителей, вот этого достаточно на данный момент. Разве же будет так добро? Убери, пожалуйста, разведчик. А то братья Мишель. Тут мне? Немцу. Спасибо большое. Грек, а ты там чудес никаких не находил? Находил. Куда идти, расскажи. Ну, направо и далеко. А, далеко. Мне бы близко. Эх, мне бы тоже. Так, ну, в Раннюю Империю. Сейчас я ее тоже открою. Поставлю город, вот вам и шесть жителей будет. Давайте вернемся дальше. Да, вообще, конечно, без пустыни, за Мали. То есть, вот, я не более-менее растет, но вот эти города, друзья, не поставишь метку на этот, на ГГБ. Вроде и долго шел, да, с другой стороны всего четыре клетки между городами. А я еще, кстати, только встретил все, поставлю теперь. По-моему, нахатусу все методы, у вас. А, только у тебя не кнемец. ЗУД-9ХТХ3. Все, может, было просто сказать, не надо. Вот раз. А мы на этом колешке раздаем. Вот два. Кусу все хотят видеть. Ммм, давайте, наверное, куплю клетку. Значит, кровать-то, так еще от немца, которую, если у которого раздеть, можно... А, я бы мог, все, я хочу в золотой век. Я бы уже мог за веру неплохо покупать... Рабочих. Хорошим людям ничего не жалко, как говорится. Ну, блин, ну и какого? Знаете что, я бы, наверное, взял Магнуса... Ты больше никого не встречал? Прокачал его, в данном случае, на... Создание поселенцев не уменьшает население. И покупал бы поселенцев за веру. Так, в Уаллату отправим сразу. Ранняя империя открыта. Дальше в политическую философию. Фига, грек, мы с тобой закрыты. Да, интересненько. Мне непонятно, куда мне... Ну, тут место для городов есть. Но вот это, куда мне город сейчас везти? Может, глянуть, что тут? А тут ничего. Наверное, стоит сюда куда-то вниз поставить. То есть, ну, идея городов, чтобы от соперников, как бы так, отгородиться. Блин, ну, 7 ходов. Наверное, уже нету смысла пытаться в Золотой век выходить. Проблема маленькая, что я не могу ускорить... О! Нет, это не чудо. Это просто серебро. Так, ускорили политическую философию. Так, ну, наверное, надо священное место открыть и построить его. Ну, если астрологию открыть без всяких чудес, получается... К сожалению... Вера от чудо-природы. От... Гор. От лесов. Прямо начну со священного места. Глянем, что там. Просто обход Аккада, блин. Вот этот скаут не очень тут в тему. Так, пойдемте... Нет, не буду я пока лагерем занимать. Давайте я, наверное, этого скаута верну. Грека, ты в мою сторону больше селиться не будешь? Так, пойду. О! Ну, мне особо некуда, как бы. Здорово, Австралия. Ну, давай, 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 дружка. Привет. Ну, я вот от столицы вниз город еще один поставлю. Ну, сам понимаешь. Не, ну, вот... Ну, у тебя вижу Афины, Кариф уже внизу. И ты... Так, слушай, два очка. Да. Ладно, шесть ходов. А, ну, туда, да, там за горами. Мне не интересует. Блин. Ну, что, нормальный век. Прям ты хоть дальше не ходи. Пока. Ну, скаут, вроде, не должен этот караван разграбить. Варварский. Это как-то изобразить, что... Чтобы австралиец туда пошел. Что, типа, я оттуда пришел, что я там где-то, и он захотел бы там исследовать меня. Еще один. Нет, вверх пошел. Так, блин. Ну... Хм... Я не хочу, чтобы он моего скаута... Ой, посела. Что-то с ним взял. Давайте думать, где... Где мне город тут ставить вниз. Я бы, вот, куда-нибудь вот прям сюда, наверное, ставил. Прям вообще. Ну, давайте, наверное, пойду я дуболомом на защиту посела. На всякий случай. Засуха в Фессе. Астрологию открыли. Давайте деньги открывать. Мой основной. Так. Хочу посмотреть, где у нас священное место. Вот, плюс 5. Да, все-таки, может, для кампуса основной. То есть, я буду покупать кампусы, конечно. Тогда здесь плюс 2. То есть, у меня с верой-то, как бы, ну, нормально все. Француз там канзи. Да, я бы, наверное, в очередь следующее после поселения священное место бы. Я думал, это ты... Бахнул. Так. Бандиагара. Ну, тут, конечно, интересные места. Есть, где города поздравить. Вот, я поставил в сторону Грека город, теперь в сторону Австралийца хочу поставить город. Блин, это кат, не дает мне на ту сторону перевалить. Ладно, я тут, наверное, тоже пока постою до следующего века. А, нет, ты где-нибудь находил чудеса природы? Да, одно нашел. Давайте священное место. Скажешь? Трудовую повинность пока отложим. Сейчас, секунду. Давайте глянем, что там у Грека 10 науки, у меня 7,5, у меня 7,5 и 6, так. Ну, по науке 8,3 культуры, у Австралийцы 4,9. Ну, у них городов, наверное, уже 3, как минимум. У Австралии 3, у Греции 3. Да, а я только веду ставить. Затопило. Так что? Да, поставил. Спасибо большое. Три хода и два очка. Так, давайте постоим здесь, полечимся. Тут мы стоим тоже. Так, пророка никто еще не берет. Это хорошо. А Фес, кстати, действует только на иностранные города? Нет, вообще на все города. Отлично. То есть мне бы стать сюзереном Феса. А Фес какое-нибудь задание дал? Это я не вижу никаких заданий. Нанять великого пророка. Отличное задание. Создать камп. На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. А для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.